Сказать о Боге. Для этого мы сюда пришли, в эту рулетку. Я спрашиваю, а кто её организовал-то? Не знают. Я говорю, ученик, 17-летний, двоечник. Он говорит, у меня одни двойки были, я стал думать, что дальше делать-то. И вот это изобрёл. Стал миллионером, уехал в Америку, на Лазурном, на берегу живёт. Не надо, не регистрировался, ничего. И прямо сказал, познакомился, ничего не обязывает. То есть поблудил, спрыгнул, пошёл дальше. Я вот тут вопросы задаю, которые есть. Мусульман, примерно, 80%. Нигде столько их нету, как здесь. А я говорю, а почему вы здесь? Ну, пообщаться. А с кем ты общаешься? Зачем ты раздетый-то? Тебя кто раздел? Ты приготовился, имитируешь одеяло, шевелиться там, прочее. Дома у тебя четыре жены, за всех надо колым платить. А здесь 44 раздетые даром. Ты и пришёл сюда, жеребец, на чужих кобыл скакать. У тебя больше ничего нету? Вы свои книги священные не знаете? Что не спрошу, не знают, не считали. Я говорю, а я занимаюсь вашей книгой. У меня целый том написан о Коране. Сура, аяты. А не обязаны ли читать? Ну, если они называются, что мы как мусульмане. Только кричит Аллах. Я говорю, добавляю ещё что, Акбар. Ну, я говорю, Иисус Акбар, что ты меня опровергнешь-то? Иисус умер за грехи людей. Всё, заматерился и ушёл. Я говорю, так у вас же написано, вы, вообще у вас в природе такое, уважение к старшим скакалам, а вы никакие. А у нас нет такого, что ли? Да есть такое, но, знаете, это так, оно как бы есть и знают это дело. А здесь именно подчёркнуто. Да, у нас уже это всегда было подчёркнуто. Я говорю, что это свойственно людям Востока. Настолько свойственно, что это как культ какой у них. И у нас на Руси всегда было свойственно. Да, у нас было так, но это даже никак не выпячивается. Нормально, мы все в семье живём, а у них именно к старшим. Я много был там в средних азиатских республиках. То есть у нас к старшим никогда уже не... Сегодня никакого нет, иначе бы в мать не ругались. Матерно это русские, а они не понимают даже... Нынешний, я перебью вас, нынешний период, это небольшой промежуток временной, скажем так. Это всё изменится. Это всего лишь временно. Вы сами понимаете, что... Временный, завершающий этап разложения и уничтожения нации. Это не просто какой-то. Это естественный отбор. Какой отбор? За перестройку... Естественный, естественный. За 20 лет 120 миллионов абортов. Жить некому, страна пустеет. А это за... Так, это завершающе. И всё сосут, что-то дымят, сидят, едят, пьют. Нормально, поговорить не с кем. Как это так? А о чём мы бы хотели пообщаться? О Боге, о вечности, о спасении души. О том, как свою жизнь направить к Богу. Христос умер за нас. Господь ждёт людей с раскаянием, а люди глубже и глубже погружаются. Христос взял нас под защиту и кара Божия, которая настигнет грешников. Иисус нас спасёт от этой кары. Не спасёт, если не покаяться. Написано, кто будет веровать и креститься, спасён будет. А кто не будет веровать, осуждён будет. Евангелие от Марка, 16 глава. А Евангелие от Иоанна, 3.36, говорит. Говорит, верующие в Сына Божий, имеют жизнь вечную. Они верующие не уидят в жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Не надо баюкать. Людям надо сказать, пойдут все, говорят, в муку вечную, где скрежет и плачет вместе с сатаной. 25 глава Евангелия от Матфея. Ну, хорошо Писание зналось. 56 лет сижу у ног Христа. Никакие пакости в рот не толкаю, не сосу. Но я проюсь, что это плохо. Ну, вот смотрите. Я не просто так, а родился в христианской семье. Но Евангелие, Библия мы не знали. Это из староверов. Я служу в армии. Я с 4-х лет уже знал, что Бог есть, кара есть, мука вечная, ад. В пионеры нельзя вступать, комсомольцы. И я знал, что мне в аду гореть. Хотя от матери мы знали, мы не воровали. Мне вот 80 лет, я еще ни одному матерка не сказал. Ни с женщинами дела не имел. Меня Бог сохранил. Но в 23 года уже из армии выйдя, я внутри себя пустоту чувствую. У меня здоровье отлично. Работаю на корабле, учусь в училище. Придамы просторы открыты. Добиваюсь разрешения 3 курса за год сдать. По выбору комиссии на 3-х языках. И вдруг я понимаю, внутри опустошенность, ничего нет. И мне Бог дает в это время Евангелие. Я, ну не больше, как минут 10-15 на коленях был. Я встал, я совершенно другой. Я другое зрение, мнение, все. И началась эпопея другая. Тюрьмы, ссылки, муки. И все это в радость. Испытания. Испытания для Бога это все сделаешь. Это для вас испытания. Это, ну испытания, конечно, это закалка. Как Солженицын пишет. Выходя из тюрьмы, я сказал, благословляю тебя тюрьма. Ты многое мне дала. Ну это так же, как и своих врагов нужно благодарить. О, мы благодарим. Это только в христианстве. Каждый день. У меня следователь обратился, принял крещение. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Как сейчас доктор Богословий Бочков пишет. Говорит, тысячи людей пришло через Игнатия. Куда вы их денете? Господь мне позволил написать 38 томов книг. Я ввел занятия в пяти университетах сразу. Десятки школ. Во всех отделах милиции, воинской части. И у меня тысячи вопросов. И все это на нашем сайте, на нашем форуме, на ютубе. Это Господь делает. Так а что у вас за движение? Что это за... Православные христиане. Движение за Христа. Мы со многим не согласны в церкви, что все за деньги делается. У нас две общины мы зарегистрировали. Православные. И патриарха поминаем. Мы ничего не отрицаем. Но у нас все бесплатно делается. Так а у нас что платно делается? Все. Все. Ну, например, например. Ну, по порядку. Все таинства. За венчание, за крещение, за записки, которые за здравие. За все деньги. Свечи продают. Да свечи-то не чистые, не московые. То есть вы хотите свечи бесплатно в некоторых странах? У нас и бесплатно. Десятина все оправдывает. Это только... Понимаете, в чем дело? Это только у нас в стране втыкают свечки. А это везде так? Везде это и в Греции? Нет, нет. Это специально там ставят корыто для наших. И там... Да я в Греции мы ездили. Мы все видели своими глазами. Меня нельзя переубедить. Я решил, Господь положил мне на сердце книги подарить. И мы проехали. Мы в Барнауле живем. Проехали до Дальнего Востока. Порт Находка. А потом забросили книги границ и проехали до Лиссабона. Прибалтика, Скандинавия. 650 городов посетили. Я в каждой библиотеке оставлял книги. И поэтому людей мы знаем. Мы насмотрелись. Выступали везде. Жизни без Бога никакой нету. Нету. Вот сейчас. Сегодня только ночью сбросили материал. Там... Германия, там везде. Игрушки продают новые. Изображение Христа. Гвозди, крест, молоток и называется. Распни Христа сам. Маленький ребенок должен приучаться. Почему? Время Антихриста подходит. Так оно уже давно наступило. Да, наступило. Но в завершающей стадии будет абсолютно, как было во время Содома и Гаморры. Господь говорит, ели, пили и не думали. Как пришел огонь. И как во время... Ну, кто у нас образ Апокалипсиса? Ну, вот Апокалипсис. Вот мне Господь позволил трехтомник издать. Толкование Нового Завета по всем святым отцам. Женщина на магрянном звере. Да. И чаша мерзостью в руке ее. Там написано. Там написано кто. Там определенно четко написано. Город. Город на семи горах. Да, но это естественно, это аллегория. Толкование уже там дано. Теперь какой город только, который сожжен будет в один час? Какой? Все толкователи первого века, как Андрей Кисарийский, сходятся. Это речь идет о Риме. Но Рим первый пал. Второй падает чуть позже. Это считаем Константинополь. И третий Рим. Но это претензия Москва. Специальное движение. Как Епифания Славенецкий говорит, а четвертому не будьте. Вот весь ответ. Вначале споришь. Ну, не Нью-Йорк, допустим, или Вашингтон. Понятие. Там признаки. Признаки. Десять признаков. Надо, чтобы пошло. Есть такая игра. Интересная игра такая. Допустим. А вы уверены, что это город на земле? Я сейчас скажу сначала подход как. Вот как играть. Такая игра есть. Мы едем дорогой. Вот. Я подумал об одном звере. Догадайтесь, о каком я думаю. Разрешается две ошибки сделать. И человек выбывает из игры. А какой он? Хищник или травоядный? Хищник. Так, угадал. Дальше. А как у него когти втягиваются? Не втягиваются. Он хочет знать. Я говорю, не втягиваются. Значит, кошачья порода. Дальше не знает, что спрашивать. А один говорит, а на арене цирки бывает? Я говорю, ни в одной стране мира этого не было. Этот зверь может быть единственный, не подается дрессировке. А кто это такой? Ну, вот догадайтесь. Крутили, вертели, не знают. Я говорю, черная пантера. И по цвету все. Так и здесь. Есть определенное качество города, который сгорит. На семи холмах. На семи холмах известные города только три. Москва, Вашингтон и Оман. Ну, а дальше написано. На водах многих. Многие народы. Два подходят. Оман отпал. А что на семи? Ну, Глинка пишет. Москва, Семихолмовая. И так понятно. Дальше что? Дальше написано. И от нее обогатились все народы. От Вашингтона кто обогатился? Когда колонии у него все. Это Россия все везде и прощает миллиарды. А в Америке кто живет? Ну, кто живет там? Я по качествам, которые... Нет, нет, послушайте. Америка это страна иммигрантов. Куда съезжались абсолютно все страны мира. У нас хватает. От европейских стран все страны там присутствуют. Вот. Заканчивая странами бывшего СНГ. Там тоже есть. Думаю, одно качество. Одно качество. Весь Кавказ. Все культуры представлены в Америке. Весь Восток. Даже восточные страны там представлены. Китайцы, японцы, вьетнамцы. Они живут своими общинами. Армяне, чеченцы, ингуши. Все там есть. Весь мир присутствует. А в России нет такого. Как нету-то у нас? У нас что есть? У них этого нету. У нас что? Европейцы живут. Где у них буряты живут? Где у них эстонцы живут? Вот тут отдельные республики. Советский Союз. У них там весь мир живет. Ну, ладно. Ладно. Нету ничего. В России только русские. Россия для русских. И они там действительно обогатились. Нет. Обогатились в искусственном тексте каком? Россия только для русских. Как Путин говорит, только придурки могут это говорить. Тут определение уже дал президент. Значит, речь ведь о другом идет. Обогатились. От нее обогатились. От Вашингтона никто не обогатился. А обогатиться каким образом? Когда там написано купцы. Тут никуда не уйдешь. Откровение. Купцы, которые приезжают. От Америки никто не обогатился. Революцию кто здесь сделал? У них весь рынок всего мира. Все, что где вы не согласны, я с вами рад. В России один только русский народ. Я полностью сметаю свои слова. Но претензий на Третий Рим никого нету. Нигде. Только Россия. Только Россия. У нас уже давно не империя. Вы не дослушали. Мы должны посмотреть. Признаки, которые указаны в апокалипсисе. 17-18 глава сходятся только на Москве. Только. Вокруг окруженные ракетами. А там одна-две там пустят ракету на Америке. И сгорит в один час. То есть все понимают. В первые 20 минут 17 тысяч атомных ракет. Атом принесут сюда. А не кто-то говорит о Родионов, генерал армии, Лебашов. А вы знаете, чего боится весь мир вообще? Больше всего мир боится потерять то, что имеют сегодня. Нет. Я имею в виду в плане вооружения. Самое страшное оружие. Самое страшное. Ты знаете, в духовном плане и в телесном. Нет, нет, нет. Именно материальное оружие. Но сегодня мы все не знаем. В первую очередь мы не знаем. Почему на Россию никогда не нападут? Знаете? Путин сказал, говорит. Ладно, мы погибли. Почему здесь Путин? Это всего лишь... Нет, не просто человек. Это президент. И он говорит. Ладно, выпустите ракеты. Нет, я имею в виду, это всего лишь десятилетия. Ну, 20 лет, 30 лет. Почему вы боялись раньше, с момента создания ядерного вооружения. И будут бояться всегда. Знаете почему? Я не могу... С вами нельзя разговаривать. Вы на полпредложения прерываете, а тему совсем не знаете. Я же вам пытаюсь... Да мне не рассказывайте, я этим занимаюсь. Мне что рассказывать? Я любому могу дать. Но вы такой информации навряд ли не можете. Я только масонством, масонством 14 лет занимался. Такой информации нет. А что без масонства? Я вам говорю про Россию. А Россию вы мне будете рассказывать, когда я живу 56 лет в этом деле. И что? И то. Какая завершающая роль? Это показатель какой-то... 37-я, 38-я глава пророка Иезекииля. Скажите, о чем говорит? Не знаю. Не знаете. А вот теперь смотрите, спрашивайте. 14-я глава пророка Исаии. А то если не знаете, тогда... Это люди предполагают, а человек располагает. А как вы это коррелируете с моей информацией? Никак. Я пока... Я только хочу узнать. Знаете? Значит, там можно рассказать. Желаете выслушать? Без руганий только чтобы. Но не об этом дело. Дело в том, что люди не знают Бога. И президент, посмотрите. Говорят, ладно, вы пустите ракеты. Мы погибнем, мы мученики. А вы все равно сдохнете. Вот и весь ответ. И совершенно правильный. Жизни на Земле уже не будет. Знаете, почему они не откроют огонь? Откроют? Нет. Знаете, почему не откроют? Я могу объяснить. На Северном полюсе... На Северном полюсе... Практически в самом центре... Находится круглая ядерная бомба. Она имеет очень большой в себе заряд. Да? Вот. То есть у нас есть два способа уничтожить весь дневной США. Это взрыв этой бомбы. Одной только от бомбы. И второй момент. После ядерной атаки со стороны Европы или США, да, выпускается с одной территории России ракета, которая пролетает по всей территории России и запускает по целям уже изначально намеченным, выпускает весь боевой запас существующего в России. Это называется оружие возмездия. Это еще было построено при СССР. Так же у нас стоят суперстанции, которые отслеживают пуски, начиная от самолетов бомбардировщиков, стратегических, американских, заканчивая ядерными всякими ракетами, несущими ядерные заряды. Все это отслеживается. Если хотя бы одна бомба взорвется на территории России, вылетает сначала ракета, запускает автоматически, запускает. Понимаете, остановитесь, это конца не будет. Я не об этом говорю. Вообще зря коснулся даже. Видите, вы как начинаете. Не о том, что Библия нам говорит Бог. Будет по-другому совсем все. Будет-то не так, как мы думаем. Гитлер думал, там тысячелетний рейх. 13 лет и нету. И проклятым миром всем. Это маленький промежуток времени. Это не маленький. Вся Европа легла под ним. Всему миру объявил войну. И все кончилось. Почему? У Бога вымерено. Почему в 43-м году Сталин открывает храмы и из тюрьмы выпускает священников? Горло приставили. Вот надо помнить. Россия это завершающий акт. Какой Шингисхан? Где Мамай? Тут закончил. Где Наполеон? Закончился в России. Я ездил по Америке, сделал доклад. Будущее русской эмиграции во свете Библии. А там были и поляки, и китайцы, с переводчиками. Ни один слово не сказал против. Почему? Я отдаю данные из Библии с точностью до одного года. Я говорю, дальше что будет? Дальше будет один правитель над всем миром. Столицей мира будет Иерусалим. И правитель сядет в храме, выдавая себя не за президента, а за Бога. Второе послание Павла Фессоникистам, 2 глава, 4 стих. И будет царствовать 3,5 года, 42 месяца. Все. Его нету. Уже вымерено все. Это режиссура от Бога. Планировка идет. Нам ничего нельзя изменить. Еще я не родился. 138-й псалом. Зародыш мой, видели очи твои. И в твоей книге, Господи, записаны все дни, для меня назначены, когда ни одного не было. Вот что надо помнить. А что там, где-то взорвут, до этого не будет. Господь придет, будут люди. Один берется, другой оставляется. И воскреснуть мертвый будет страшный суд. Есть Божий суд на перстнике разврата. Из грозной судья он ждет. Он недоступен звону злато. И мысли делам знает наперед. Вот Михаил Юрьевич Лермонтов знал, а мы не знаем. Поэтому мы возвещаем Слово Божие. Для этого мы сюда пришли. Вы отвечаете, как правильно, все. Но человек думает так. Но у Бога совершенно другой план. Я вот думал как. У меня совершенно другие намерения было. Мне так много Бог открыл. Я служу, выхожу. Такая характеристика. Поступаю в училище. Служил в морплоте. Добиваюсь разрешения три курса сдать за год. По выбору комиссии на любом из трех языков все предметы. А Господь мне показал Евангелие в руки. И моя жизнь в один день была срезана. И 56 лет я иду путем этим. Не сожалею. Тюрьмы, лагерь. 26 лет выкручивают меня, накачивают. Ничего не могут сделать. У меня другой путь. Вот как надо. Путь праведника. Путь, который Господь показывает. И при том я за все благодарю. Вот я в интернете... Вы найдите специальные ролики против Путина. Один-два. Против меня 220 роликов уже насчитали. Целая компания работает. Дискредитирует. И ничего не могут. Почему? А я молюсь за них. Я благодарю Бога. Поэтому с Богом жить надо. По святой Библии. Как Господь указывает нам. Вот у нас канал YouTube называется «Во свете Библии». Если у вас будет желание, загляните. «Во свете Библии». Там у нас 14500 роликов только. Мы строим с нуля православную деревню. Уничтожено 21 тысяча селений в России. Почему никто не берется за это? Господь нам положил. Не актуально, видимо. Это актуально. У нас выступает депутат законодательного собрания Нина Данилова от КПРФ. И она говорит, это не просто на карте исчезло название деревни или что-то. Исчезает земля. Тут другие будут жить. В востоке китайцев сколько? Здесь намаз совершали сколько? Приклонили колено в Москве? Миллион 200 тысяч мусульман одновременно склонились. А у нас 100 мужиков не соберешь в церковь одновременно. Мы другие. Но у России свой определенный план от Бога. Ну, это все-таки, наверное, виновата ваше колени и предыдущее поколение. Ну, за поколение мы не отвечаем. Ну как? Отвечайте. Человек строит социум, так как является его частью. Вот конкретно. Если вы отрешаетесь от социума, то вы не человек. Никак. Вот смотрите. Только социум делает человека человеком. И наоборот. Я отвечаю вам. Отвечаю. Смотрите. Вот называют проблемы. Я слово исключил его. Не надо его. Говори, нерешенный вопрос. Я говорю, скажите, преступников много? Очень. Ну, это милиция. Я близко связан с ними. После окончания технику в органы ВД был направлен. Мне это не чужая сторона. Ну, что вы сделали для того, чтобы было меньше? А что сделаешь-то? Вот. Мне, не имеющему гуманитарного образования, я технарь. Господь положил на сердце. Я 18 лет только с одной тюрьмой сотрудничаю. Выступаю. Несем. Ходотайствуем. Выходят люди и ищут, где встретиться. Меняют жизнь. Это Бог делает. Дальше. В стране уже 3 миллиона беспризорных детей. Ну, может быть, и не 3, а 2 900. Что вы сделали для того? А что сделаешь? Мне Бог положил. Мне. Это не мое. Бог. Образовать лагерь. Воспитывать нужно. 45 лет я начальник детского лагеря. 45 лет. И государство ни рубля не помогло. Тысячи детей пришлось поднять. Обслуга. Я никто ни копейки не получает. Мы сами зарабатываем и вкладываем туда. Давайте образуем. Сейчас я образую музей. Только что, 3 дня назад, был в Крыловой администрации. Помогите зарегистрировать. Уперлись вот так вот. Никак не пускают. Что вы хотите? Вы черепки показываете в музеях. Я покажу конкретно. Из подсобного материала сами построили лагерь. Давайте 10 тысяч лагерей образуем. Беспризорность исчезла. А у нас главный лозунг в лагере всегда висел. Россия должна встать. И дети скандируют. Россия это мы. Вот я говорю конкретно. Вы говорите. Народ не образован. Я перебью, извините. Вы никогда не задавались вопросом, откуда берутся эти дети? Я на любой вопрос вам отвечу. Потому что я 56 лет занимаюсь этим вопросом с детьми. Вот почему, как вы думаете? Да я даже не думаю, я знаю. У меня статистика есть. Я работаю с детьми. Как это меня не знает? Вот основная причина беспризорности какая? Беспризорность и безотцовщина. Вы слушайте один раз. Александр Александрович Соженицын получает Нобелевскую премию. И он говорит. Я еще в детстве слышал. Старые люди говорили. Люди забыли Бога. Тире. Отсюда все. Любой вопрос, который вы зададите, только в один упирается. Люди забыли Бога. Повторяю. Я никто. Нуль. Но вот мы берем первую деревню, восстанавливаем. Первая за 21 тысячу деревень. А 10 дышат на Ладан. Первым делом храм. Своими руками. Мы дорогу сами строим. Коров разводим, пчел продаем и все вкладываем туда. Алтайский край. Дальше. Народ не образован. Ну, мы узнали, не образован. Что дальше-то? Дальше опять не знают ничего. Я отвечаю. Работать надо. А как работать? Вот я преподаю одновременно в пяти университетах. Веду три программы радио регулярно. Одна онлайн воскресная. В 13 школах. Во всех отделах милиции в городе. В краевом и городском УВД. Во всех заводах фабрика. В воинских частях. А я всего один. Да я никто. Никто. Букашка. А вы семинарии академии оканчиваете. Почему не при... И притом я везде все делаю бесплатно. Ни рубля нигде не получаю. Только в одном АГТО 21 тысяча студентов. Из 18 стран у нас тут учатся. И я за 18 лет преподавания ни копейки не получил. Решительно отказываюсь. И у меня пенсия очень большая. На сегодняшний день. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. За 35 лет трудового стажа. Это отслуживание. Вы не акцитируете. Я говорю буквально. В подлинном смысле. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Мне 80 лет. У меня больше ниоткуда дохода нет. И я ни разу голодный не лег спать. Бог так делает. Я начну рассказывать. Вы увидите. Бог живой. На живую молитву отвечает. Сегодня, сейчас. Ну да. Но понимаете в чем дело. Он вам дает возможность. А не на облиточке все это подносит. Ну вот вопрос. Смотрите. Евреи захватили все. Юриспруденция. Печать. Все в их руках. Почему молчите? Я говорю. А почему вы думаете что я молчу? Ну конкретно. Какие доказательства? Вот у меня еврей. Знакомый появился. Он в моем доме делается православным. Наум Израилевич. И сейчас православный священник. Пусть из вас один еврей сделается православным священником. А вот КГБ все захватили. У меня следователь КГБ обращается. Священником стал. Это Бог делает. Человеку это нельзя сделать. Эти люди твердые. А мусульмане. Вот с мусульманами. Мы когда в поездки поехали. 650 городов посетили. Я в каждые 38 томов своих дарил. Мы в доме мулы ночевали. В Баку. Ходили в мечеть молиться. У нас отличные отношения с ними. Сколько мусульман в прошлом году крестили. Принимают веру православную. Так я никто повторяю. Это называется ренегаты. Бог делает это. Бог делает руками человека. Головой человека. Это предательство своей веры. Это предательство. Как угодно называйте. Христос умер за грехи людей. Это плохое качество. Если. Определенно. Это качество Иуды. Понимаете. Понимаете. Вы если писание не знаете. Вы слушайте. Речь идет не о каком предательстве. А о спасении своей души. Деяния апостолов. Предательство своих предков. А предательства своей веры. Да не надо предков. Предки в аду сидят. И я за ними должен идти. Деяние апостолов. 4.12. Написано. Нет другого имени под небом. Данного человеком. Которым надлежало бы нам спастись. И имя его. Тетраграмматон. Он альфа и омега. Начало и конец. Он есть тот кто он есть. А имени вы не сможете произнести в слову. Знаете почему? Ну а почему? Потому что не было гласных. Потому что вы всего лишь человек. Да не потому. А потому что гласных не было. Поэтому он произносит. Ягова. Яхва. Ягва. Нет. Нет. Это имя не произносится. Ну вы этим не знаете. Один раз в год. Значит евреи. Евреи надо произносит. А вы не знаете. Святая святых. Один раз в год. Святая святых. Да. Что это такое? Святая святых? Да. Вы не знаете что такое святая святых? Нет. Я вас спрашиваю. Я знаю. Вы знаете? Есть. Это часть в храме. Так. Дальше храм это был что-то вроде прямоугольника. Ничего подобного. Да. Под собственно где люди собирались. Да. Была часть отдельная от всей публики. Там где произносилось имя Бога. Да этого нету что произносилось. Нет этого. Это мог произносить только избранный человек. Да нету этого. Нету в Библии. Это выдумки говорите. Он приносил жертву за народ один раз в год. А не имя его не произносилось. Написано. Не произноси имя Господа Бога напрасно. А не напрасно ты можешь... Не сможешь его произнести. Исход 20 глава. Считайте. Зачем вы спорите когда не знаете? Зачем вы себя унижаете? Это непроизносимое. Это непроизносимое. Понимаете? Его нельзя произносить. Вот вы через день увидите в интернете наш разговор. И скажете. Эх я что ж я говорил-то. Любой скажет вам. Ну зачем же ты встрял в тему, который... Ну не можешь сказать. Ну его можно назвать абсолютно любой. Безусловно. Да. Абсолютно. Но имя его произносилось. Только клясться именем его нельзя было ложно. Это исход 20 глава говорит. Я вам называю книгу. Вторая книга Моисеева. Зачем вы спорите-то? Да я не спорю с вами. Я вас слышу. Ну вот я вам говорю. Я говорю с абсолютным знанием. Я 56 лет учусь день и ночь этому. А вот вы говорите Иегова, да, вы называете? Это 8 раз переведено в этой Библии синодальной 1876 года. Это лучший перевод за всю историю мира. Иегова, да? Да. Смотрим. Это, я так понимаю, с древнеарамейского, да, Иегова? 8 раз. А на самом деле, в оригинале, оно произносится больше 7 тысяч раз. А нельзя произносить. Это как считать, когда не произносить? Но у нас переводчики перевели слово Господь. А вот англичане, у них Господь, Господин одно и то же. Это богатство нашего языка позволяет. Иегова, Иегова это сущий. Сущий, да, правильно. Но это никакого отношения к имени Бога не имеет. Он говорит, Моисей говорит, Господи, и когда меня спросит... Это имеет отношение только к его качеству. Нет. Не надо. Это иеговисты так научили говорить. Они не знают этого. Свет или иеговы. Смотрите. Я еще раз говорю. Имя Бога это тетраграмматом. Да не надо петраграмматом. Давайте в Библию считать. Исход, треть... Вы знаете, что такое тетраграмматом? Знаете? Вы слышите раз. В Библии написано, написано, святыми божьими человеками, будучи движимым и духом святым. Первое послание Петра 1, 21. Определенно четко, оно в Духе Святом. Господь говорит, небо и земля исчезнут, но ни одна черточка из закона не исчезнет. Ни одна йота. И написано, когда Моисею явилась в купинане, горящий хуст, Господь посылает, вернись к параону, выведи народ мой. Он говорит, а народ спросит, как Бог имя? Господь говорит. И он о имени спрашивает, не о качестве. Господь говорит, Егова, сущий. Бог говорит, мое имя, а мы... Нет, это не его имя. Кто мы такие-то? Болтологией занимаемся. Бог сказал, мое имя. А у Сафони... А у Сафони... Дословный перевод. У пророки Сафони написано Саваоф. А сколько же тогда имен? Примерно 500 имен. Он есть тот, кто он есть. Все. Это единственный смысл. Вы можете называть его Альфой и Омегой. Вот он сам об этом говорит. И Альфа и Омегой. Скажите, пожалуйста, вы об Александре Мене слышали что-нибудь? Нет, к сожалению. Это энциклопедист, священник, еврей, православный священник. Его зарубили топором. Равных ему никого в то время не было. Самый популярный, все интеллигенции страны. Мы с ним беседовали. Он еврей, работает с оригиналами. Я говорю, отец Александр, вот новый перевод, перевод который в Библии. Такие как Даниил Авраамович Хвольсон. Крещеный еврей. Там доктор Лейпцигского университета, православный. Вы так можете переводить? Он даже отшатнулся от меня. Да вы что, никогда. Таких переводчиков нет сегодня. Павский, Герасим Петрович. Он пишет учебники для еврейских школ. Вот Псалтырь, Иван Гелетмопей, они перевели. Переводят четыре духовные академии. Он сам работает с оригиналами. Александр Мень, еврей природный, чистопородный. И он говорит, нет, переводчиков таких нет. А мы теперь спорим, пентаграммы там. Надо говорить точно по слову Божию. Иоанн Златоуз говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. От отрата времени. Почему? Да поймите, что Библия это просто книга. Не просто книга. А ангел, говорит, летел посредине неба, нес вечное Евангелие. У вас веры-то нет в это. А раз веры нет, вам разве если нет, там, хоть какую книгу переведывай? Вера и Библия это разные вещи. Так, я вам сказал, что 12.48, Евангелие от Иоанна написано. Господь, говорит, я не сужу. Слово, которое я говорю, оно будет судить в последний день. А это не так. Этого не отрицает никто. Все понимают. Наши человеческие какие-то качества, как об этом говорил доктор Лука, воины Яценевские, канонизированные. Вот биография. Вы о нем знаете что-нибудь? Лука, воины Яценевские. Ну так, на слуху. Но Крымские, Крымские. Его тоже как посадили. Наверное, я не знаю. Его посадили когда. Так, лично по указанию Сталина его освободили. Доктор. Он лауреат Сталинской премии первой степени. Огной на хирургии. И он, когда разговаривал со Сталином, Сталин говорит, вот вы верите в душу. Я тоже учился в семинарии. Никакой души нет. Почему? Потому что вы же хирург, вы вскрывали человека. Есть душа? Он говорит, так душа уже вышла. Я, знаете, Иосиф Васильевич, говорит, ни у одного человека, у профессора, не нашел ума, когда он умер. Сталин подумал, говорит, действительно так. Не надо спешить со словами. Потому что пятиться труднее, чем вперед идти. Смотря как на это посмотреть. Знаете, вот у нас называется Ютуб «Во свете Библии». Игнатий Лапкин, это мои фамилии. Вот если к «Во свете Библии» добавите сайт, будет открыт сайт. Сайт необыкновенной величины. Ну, я автор его. Поэтому 50... Я просто сейчас буквально маленькую ремарочку ставлю, да. Вот вы говорите, пятиться, да, хуже, чем... Как вы сказали? Что сказал именно? Ну, вот вы говорите, пятиться, да, хуже, чем... Пятиться назад человек идет. Вот, если сказал неправильно, а я... Вам надо будет признавать ошибку и назад идти. Лучше сказать «не знаю» и выслушать, и будешь знать. Глупый не знает и не спросит, а мудрый знает и еще переспросит. Нет, нет, само выражение, вы сказали, пятиться хуже, чем... Пятиться назад хуже, чем вперед идти. Потому что ты можешь упасть в яму, которую сзади не видишь. Ну, а есть ли здесь другой смысл? Нет, один смысл. Вот человек говорит и не знает. Ну, мы стали говорить, он неупрямый. И он говорит, да, я понял, ошибаюсь. Я говорю, ты бы не спорил, тебе бы легко вперед идти. А теперь надо идти назад и попросить прощения. Через яму перепрыгивать. Ну, хорошо. А как же, допустим, если взять доброчестивого разбойника? Ничего не надо. Покаялся и вошел в рай. Ну, он же попятился. Нет, он признал. Все, и он никуда не пятился. Он сказал, отвергаю все, я достойно получил. Он другого товарища уговаривает. Господи, помяни меня в Царство Тома. Иисус отвечает, сегодня же будешь со мной в районе. Ныне же. Он был первым, кто там оказался. Первый, кто оказался. Вот это очень подробно Ян Златоуст описывает в третьем томе. Ну, я и не читал. У Златоуста 12 томов. Я хотел сказать, вот, во свете Библии, наш сайт, если зайдете, то там, справа, 55 папок вот так вертикально идут. И там я отвечаю студентам, всем людям. 4124 вопросов. Отдельно мусульманство, православие, работа, будущее. Ткнул вопросы. В каком томе, какой вопрос. Ткнул, ответ пошел. Тысячи вопросов, которые отвечают всегда по четырем параметрам. Первое, это мне задают вопросы, а я слабослышащий, в письменном виде. Это не где-то сидят академики, профессора, ну, не какой-то академгородок Новосибирский. Это, я думаю, слышали. Там широкие, широколобые сидят. Ответ даю всегда. По основанию Библии 77 книг. На основании святых отцов, что они об этом говорят, это 300 томов палеантов. На основании соборов, это 719 правил. Жития святых, 1173 биографии. Понимаете, вот студентам я объявляю. Кроме этого, я буду добавлять сейчас, в течение месяца отвечать на каждый вопрос. Что по этой... Подождите, вы вообще сейчас по образованию имеете богослов? Я закончу мысль-то. Я вопрос задал. Вы перервали, поэтому я должен закончить, потом продолжите. Так не делается. У вас какая-то некрерывная поток создана. Я отвечаю серьезно, вы этого не слышали никогда. Зачем вы спорите? Я у вас не спрашивал. Я спрашиваю. Я спрашиваю. Должны быть знания. Я говорю, теперь в течение месяца студентам, плюс к тому, что по четырем параметрам отвечаю. Буду отвечать, что на эту тему ответили из 300 поэтов России за 300 лет. И на каждый вопрос шесть поэтов будет дано. Это у меня 26-й том. Я все время должен 20 тысяч файлов стихотворения крутить в голове. У меня четыре... У вас столько информации в голове. Вы вообще свою жизнь живете? Это Господь дает, это нет. Это нельзя. Я это рассказываю. Вы своей жизнью живете? Я своей жизнью живу. Вот меня в больницу привезли. Я на стройке работаю. Позвоночник у меня, четыре грыжи от надсады. И пришел профессор. И говорит, я вас много слышал, хотел поговорить. Только поговорили он. А вы своими словами можете говорить? Я говорю, знаете, книжная мудрость лучше самобытной глупости. О, а я думал, вы это... Я говорю, а я вас сразу узнал. А как узнали? Я говорю, еще в раю подходили к Еве. Вы хотите меня выбросить за ограду и теперь со мной там разделываться? Я огружен благодатью Божьей. Я вам отвечаю, что Бог сказал. Какой пророк? Какая глава стихи? Я отвечаю с абсолютным знанием. Дальше нету этого. Почему? Это не мое, потому что... Мне Бог дал память. Потому что я женщин не знал. Мозги проедает блуд. Он намертво во мне разочаровался. Я говорю, ну вот я еще могу дать. Вот такой, какой есть. Слушайте, а у вас сын есть? Понимаете? Вы совершенно не туда отклоняетесь от разговора. Это бабки у колодца спрашивают. Мы пришли сюда не рассказывать биографию. Человек больной. Я поинтересовался. Я вам ответил. Вы мне не ответили. Я вам отвечаю, что если я пришел сюда с целью показать, как выйти из положения из этого, то меня уже ни о чем спрашивать не надо, кроме того, как по этому вопросу. Вот человек пришел к зубному врачу. Вы можете на него не отвечать. Ну, скажем так, сажать. Я не отвечаю. Ну, отвечаю. Я вам буду отвечать. 15. Что я вам даст это? А жена где работает? Я знаю, это у колодца кумушки спрашивают. Как моя жена такой жены вам в глаза не видать? Причем здесь колодцы какие-то. Я вам задал вопрос. А есть ли у вас сын? Я вам отвечаю. Слушайте внимательно. Вот спрашивают о жене. Это ничего не значит. Женщины все одинаковые. Но я говорю, меня когда... Я вас про женщин не спрашиваю. Да я вам говорю. Я вам задал вопрос. Есть ли у вас сын? Если вы обратитесь, будете новый сын. У меня тысячи сыновей. А родной покровенный сын есть у вас? Вы понимаете, вы меня не допрашиваете. Слушайте, что вам говорят. Я вас запрашиваю. Я вам задаю вопрос. Да вы понимаете. Не отвечайте. Не отвечайте. Вам не надо. Вы лежите поперек линии железной дороги. Я вас таскиваю с линии. А вы скажите, у вас в кармане платочек есть. Вы не дурите. Я вам отвечаю. У меня кармане платочки нет. Я вам на вопрос ваш отвечаю. Да вы не ответите ничего, потому что пьяный лежит. Я просто не к вам конкретно говорю. Мы пришли людям дать указание. Путь царства небесное. А теперь скажи, зубы у тебя болят? Я понимаю, что вы там где-то ближе к краю. Я не спорю. Притом, заметьте, все одинаково начинают, как вы. Когда видят, что уже ничего нету. Скажите, а вы где живете? Я не претендую как бы на супер... Разницы нету, застыкленная. Уже оторвать нельзя никак. Почему? Сатана хрючок засунул. Уже нельзя ничего сделать. Конкретно спросите, что вам делать, чтобы умрете сегодня? Где окажетесь? Я вам вопрос задам. Вам не нужны вопросы задавать такие? Вы скажите... Почему? Почему? Потому что душа ваша не знает Бога. Вам за что-то стыдно? Вам не стыдно, потому что я покаялся, и Бог меня избавил от этого 23 года. От чего? От всего, что не угодно Ему. От всего. Что в ведении и неведении. У меня помышление. Бог все с меня смел убрал это. Я когда людям... Вы, наверное, уже были на сангелах. Я говорю, в 23 года я впервые в руки получил эту книгу. Еще раз покажу вам. Но это всего лишь книга. Это не книга. Это тот самый мандат, с которым я являюсь перед Богом после смерти. Это всего лишь книга. А книга книг. И она вошла в корень. Библиотека. Что означает? Книга хранилища. Отношение к этой книге. Здесь все сказано. Как мир сотворен был. Это не просто коллапс, взрыв какой-то был. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пустая, тьма над бездною. И дух Божий носился над водой. БТК как это толкует? Как Василий Великий, Шестоднев. Ну не знаете же ничего. Вы не обижайтесь только. Я не богослов. Я и не претендую на знания писательства. Я что сказал? Что я богослов? Я с вами в полемику по этому поводу даже не вступаю. Что раньше возникло? Небо или земля? И создал Бог небо. Вот это и оно. Вот Иоанн Затаус это в четвертом томе. Понимаете в чем дело? Я воспринимаю мироздание. Я воспринимаю буквально. Хорошо, хорошо, хорошо. Я не могу так глубоко философски погружаться в это. Прямо так глубоко. Но единственное, что для меня важно, единственная вещь, которая важна для меня в мироздании. Это одна единственная вещь. То, что я, вы, природа, которая нас окружает, наша планета и все, что вокруг далее. Космос, Вселенная и так далее. Создано Богом. Это создан Богом. Это основная мысль, которую я... Ну, а дальше-то что? Вы узнали дальше. Вы умрете сегодня. А что там раньше создано было? Ну, сегодня убирает человек. Это, знаете, для людей, которые пытаются осмыслить Бога. Да не надо осмысливать. Написано. Я не пытаюсь. Слушайте, весь мир приобретешь, Христос говорит, а душе повредишь. Какой выхуд дашь за душу свою? Вы об этом заботитесь. Вы сегодня умираете. Где вы будете? Иисус Христос кем для вас является? Евреем грамотным? Вот два вопроса только. И все уже... Иисус Христос кем для меня является? Да. Иисус Христос это Сын Божий. Нет, я не спрашиваю, кто, а кем Он для вас является? Вот Богом. Спасителем. Спасителем. Он умер за наши грехи. Умер. Евангелие от Иоанна 1,29. Говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Этого не имеют ни мусульмане, ни буддисты, никто. У них спасителя нету. У нас спасителя... За меня Иисус у своего отца попросил прощения. Понимаете, что я делаю? Иисус, спаситель наш. И слово Иисус еврейское... Он сказал, Господи, прости их, ибо не ведают, что творят. И это до сих пор как бы... Ну, прощеные они были или нет? Не прощеные они остались, потому что они не попросили прощения. Я прошу прощения всем врагам. Они не каются, значит, они не прощеные. То есть я открыл дверь и говорю, входите. А они не вошли. Кто виноват? Ну, тот, кто не покаялся, вон он слева висел. А вот в этом-то как раз и не каяться. Слева он висел. Я говорю о православных. Православные. Приходят в церковь, мало-мало кто знает спасения. Вот свечку купить, поставить, развернулся и до свидания. Это всего лишь ритуал. Да. Это как почтение. Почитать. Он даже почтение не знает. Ему трудно, экзамены сдать не может. Или муж задолбил жену. Или ему срок грозит. Причины-то разные. Мы их знаем все. Это лицемерие. Лицемерие, правильно. А что такое лицемерие слова? Лицемерие? Да. Есть такая притча, я могу рассказать. Хотите? Если евангельская, то вы должны это знать. Евангельская. Евангельская. Два монаха идут, значит, и они взяли обед, значит, безбрачие. И им нельзя ни с кем общаться было, ну, как бы, ни до кого дотрагиваться. И вот они шли, значит, из одного монастыря в другой монастырь. И, значит, они дошли до переправы, там, значит, речка. И возле этой переправы девушка стояла. И она кричит им, помогите, мне нужно переправить. Я не могу понять, значит, ну, я в одежде, то есть могу намочиться. Как бы, вы не поможете мне на другой берег реки перенести. И, значит, младший священник оторопел, естественно, не знает, что делать в этой ситуации. Ну, а у них же все-таки обед, да, они что-то вроде, ну, пост такого плана. То есть они, по идее, не могут себе такое позволить, да. Значит, старший священник взял ее на руки, без проблем перенес. Вот. Поставил, все. Тем самым нарушил обед. Вот. И, значит, они дальше идут. Ну, младший священник оторопел, естественно, на него так посмотрел. Удивленно, да, что он до женщины дотронулся и поговорил с ним. Значит, они шли долго еще, ну, может быть, день целый. И уже подошли к монастырю, подходят. И младший священник ему говорит. Старшим и священник. Говорит. Святой отец. Или как его там, батюшка. Вот. Почему? Мы все-таки взяли обед. Почему ты перенес ее через реку, поговорил с ним, дотронулся до нее? Старший священник ему отвечает. Я ее оставил на берегу реки, а ты несешь до сих пор с собой. Вот в этом и заключается лицемерие. Как раз тут лицемерия никакого нету. Во-первых, это в Библии нету. Это в Библии есть. Это притча. И притча этой нету. В Библии этой нету притчи. Это евангельская притча. Это евангелие нет притчи этой. Евангельские притчи есть. Вышел сеять и сеять. Царство подобное, подобно женщине взяла три меры муки, положила захвастку. Нет притчи. Вот вы видите, вы скажите, есть или нет? Я отвечаю, нету. На сто процентов нету. Жития святых, слушайте внимательно. Это 1173 жития, и в них тоже этого нету. Ну, выдумка эта. Он не должен был. Я вам сейчас скажу, откуда эта притча. Откуда? Сейчас я вам скажу, секунду. Лавсайк какой-нибудь. Вы пока не сосите эту пакость. Ну, можете при со мной. Это уже раб. Делающий грех, я раб греха. Во время разговора, все время как дитя к соске. Вас это смущает? Очень даже. Потому что у вас мозги затуманены, и вы поэтому так отвечаете не в попад. Пожалуйста. Ну, в это время, можете, смущает. Неуважение просто. Ну, вы попросите, я уберу. Ну, уберите, пожалуйста. Видно, что вы человек можете это сделать. Но вас могу уважить. Да. И после этого старайтесь не брать. Нормально, не в дыму живите. Так, ладно, мне не нужно. Мы сейчас уже уходим в храм. Я сказал, этого нету. Он не должен был нарушать устав. Его это не касалось. И молодой его спросил абсолютно правильно. Лицемерие, когда делают на показ, а на самом деле... Не будьте как лицемеры. На углах улиц останавливаются, молятся на углах, ожидая похвалы. Вот о чем речь идет. Так, об этом... Так вот молодой как раз-таки... Да нет, притча-то нет. Ее даже нельзя рассказывать. Это иначе сегодня они будут переносить, только этим заниматься. И так хватает, как Андрей Курраев говорит. Это садомский грех, гомостоксалин, захватил буквально все, задавил. И не где-то в этой среде, про которую говорите. Так, всего вам хорошего. Если будет желание, в скайпе встретимся. Зарядите Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией и именем. Вы меня зарядили информацией. Ну да, но бывает, что нужно будет. 2-5% информации, которую я услышал. Игнатий Лапкин, запомните, у вас может быть нужда. Я как средний обыватель рассуждать. Вы запомните наши... Я не считаю себя... Ну послушайте меня. Я ухожу уже сейчас. Мне некогда. Я сказал, у меня время так выйти только. Во Свете Библии канал. Во Свете Библии канал. Там будет стоять наш разговор. В течение двух дней. Я не буду вас задерживать. Да, Во Свете Библии канал наш, Ютуб. В Ютубе. Вы наш разговор увидите. Все записывается. Во славу Божию. До свидания. Всего хорошего. Всего хорошего. Всего хорошего.